Бульдозер утром заправляют. Привез на машине три канистры. Сергей Попков помогает. Тут одному очень трудно. Новый насос вчера привез. Начальник купил. Он подтекает, бензин мимо течет. Вот такая вот, брат, торговля. Бессовестная совсем. Вот на канистру смотреть. Он качать будет сейчас. Видно, как убывает. Видишь, растет пустое пространство. От черточки замещайте довольно быстро. Ну, это 20 литров канистры. У него 320 по условию. Вон, как течет, смотри. Ну, вчера купили, привезли с магазина. Ну, и как это понимать. Печет куда-то, чуть никуда мимо. В землю, в воду. Сбагрили, купили. Плохо без Бога. Везде совесть нарушена. Человек думает. Проверил бы его там-то. В воду это покачал. Почти. Почти. Ну, маленько не угадал. Так возьмем, чтобы на землю... Ну, куда ты его денешь? Не запачкать его как-то. Сейчас на траву ложит. Все в бензине. Совершенно необдуманные продажи. Ни ручки нет подержать. Течет все в бензине. Ну, в солярии разницы нет. Сергей вот берет, завинчивает. Три канистры. 60 литров загоняло. Себе-то не прижимай потихоньку. И там в машине-то тоже подумай, ставить, не ставить, куда, в какое место. Ну, рядом там сено какое, набери, подставь. Землю я его научил. Землей протирать. Учатся. Ты машину не запачкай, а то потом к тебе не зайдешь. Может, травы разные, сырой положить. Она все-таки трава. Какой-то шплинт. Вчера, говорит, замерил угольником, поднимал его. А туда нельзя сделать как-нибудь, чурочку подогнать, чтобы она давила ее все время? А если потеряете, работа же остановится. Да. Да как же это? Я могу потом не съехать там, поймать. Там на гидравлику действует. Да ну, что-то надо делать, как-то присоединить. О, Сергея везет рекламу. Ну, что-то рекламу даем. Что-то... Далее будет ремонтировать. Я это все помещаю, это в рабочие не входит. Вот как только сел, он тронулся, гусеница шевельнулась у него, сразу я записываю рабочий день. И то, что машина остается здесь, это полезно. Поботреб траву погоняй днищем. Иначе у тебя будет все такое, что ты сам не рад будешь. Ничего не сделаешь. Не знаю пока. Я знаю, только надо было постелить. Подожди, давайте травы вот этой нарвем вместе. Подложим под них. Вот идет однорыжка, это наши сваи. И сейчас здесь расширяем. Вот они наши сваи. Уходят ниже под землю даже. Ну, это вот падают комки, волна идет. Вот какой решительский труд. Был совсем нинжазный. Вот сколько вокруг березок было. Они около воды были. Оказались в воде и все засохли. Я вчера посчитал, что 100 березок, 70 засохли. Ну, это мелкие березки, считай. Так вот, это все дикое. Там вот, море. Вот так. Я залез тут на возвышенное место с обратной стороны. Посмотреть, где тут наш трактор. Вот он идет. Самое высокое место нашел с обратной стороны пруда. Рыжковский пруд. А тут в крапиве нашли глубокие ямы. То ли погреба были. Здесь Рыжковы жили. Она замужем за Потеряевым. Иваном Непантичем, основателем нашей деревни. Не слово потерять, а фамилию потеряем. И вот тут вся земля изрыта. Вот она, видно. В бульдозерах когда-то, когда пруд делали. А вот там, далеко, я вижу второй мост. Вот рядом поле пшеницы. И там маленький-маленький прогресс. Где-то заметил я. Вот. Там поехали Потеряевские наши. Приехали гости. Не к нам, просто потеряю. Какая пшеница эта или вещмень. Поля целая. Кому оно принадлежит? Дай-ка по-сёпновски. Всегда эти земли были потеряевские. Никак. Пять домов построили, дальше не разрешают. Пробивается сюда. Как бы ни свалился он. Несколько раз говорил ему. Будь аккуратнее. Анастасия Владимир Владимирович. Да, был такого бульдизериста. Очень опыт. На самой высокой точке. Потеряевки. Старые, которые оставались тут. Места. Саманные дома разные. Бульдизерами свернули. По всей вероятности это делал Сивер. Владимир Митропанович. Главный рыбак Алтайского края. Я с ним сидел в одной камере. Прекрасный человек по работе. Ну вот я всё облагородил здесь. Пшеница стала расти. Я пробил. Ну, что-то сгоди. Сейчас, сейчас, сейчас. Говори. Да. А что случилось? Винтор, который вы обычно присылали? Ну. А что вы это прислали? Да почему я прислал-то? Тот никак не открылся и всё. Не открылся? Не открылся и всё. Я крутил, крутил. Что случилось такое? Ну, не знаю. Виноват, может, сам компьютер. Это может быть. Просто проблема в том, что у меня этот свечица. Он не подключается к компьютеру. Мне приходится его переделывать сначала. Переделывать на другой. А на этом, в другом, у меня место сейчас. Да как так? Ну, у меня было так хорошо. Ну, я постараюсь что-то сделать. Ну, а что я сделаю? То хоть и старайся. Ну. Вы хоть что-то можете, а я ничего не могу. Ну, ничего, решать её. Вернуть назад и всё. Ну, я-то отправила. Но ему же камера нужна. Ну, камеру верните. А потом это пускай у него будет. А дальше видно будет, пока денег нет. Ну, можем попробовать кличь климат с народом. Не надо. Я не люблю это. Вот. Ну, пока так. Вот на этом остановимся. Я на Рыжковском пруду. Тут у меня бульдозер работает. А я... Второй мостик закончили вчера. Слава Богу. Эти мостера говорят, что это нерационально вообще. Ремонтировать. Потому что ремонт будет много дороже, чем стоящего камера. Да, я понял, понял. Поэтому мы не согласились на ремонт. Ну, они сами по-честному сказали, молодцы. Ну, конечно. У меня знакомый был, очень-очень знакомый. С тобой иногда сотрудничает. И он работал в этой студии. Тогда магнитофоны были. Бабка принесла, совсем не слышно. Я говорю, что сделал? Ну, спичку, вату намотал, одеколон, головку протер, все слышно. И что? И что? 50 рублей. А 50-то рублей, это да больше половины пенсии. Я говорю, да как же так? А пусть сама протирают. Они могут назначать, говорить. А ты же не знаешь, что ли они говорят. А я не доверяю. Почему? Новая машина, новая. Надо проверить. А куда? В сервис. Не надо. Глушков мне надо, надо. Сбили меня. Уже загруженные книги были ехать. Отдали. Они подходят то одно, то другое. А должны это сделать, проверку бесплатно. Машина с завода пришла, газель. Они нам так сделали, что мы выехать не можем. Масло сразу потекло. Вернулись назад и давай уже тут. А потом уже звонили их высшее руководство, спрашивали, как вас обслужили. Я говорю, теперь хорошо, а дальше впереди безобразие. Все сделали как? И что, может, ресурс выкинули там? Я не знаю даже. То есть машина совершенно непригодная стала. А она еще не прошла 100 километров. Передали, сказали, нужно пройти в сервис. Сервис, сервис. Я говорю, чужие дядьки. У нас машина не заработала. Где-то мы были, ну, где-то около Синников там. И там свой мастер. Так он все разобрал и нашел. Где-то маленькая стружка попала. Соединилась. И ни копейки не взял. Весь мотор разобрал. У нас даже где-то фотографии сняты. Я не доверяю им, потому что, ну, все на обмане строится. Все государство. Отправление до последнего раба. Ну, а мы не государство. Мы никто. Мы вне государства. В любой момент нас объявят вне закона. Государство из этого и состоит. А обман на каждом шагу. Везде. Вот только вечером, вот на бульдозе работы, хозяин привез новый насос, закачивать топливо. С магазина. И сразу качает. И из него струйкой уже капает бензин. Течет. Совершенно непригодный насос. Заплатил деньги. Ну, что спрашивать-то? Володя купил велосипед. Поехал. До храма не доехал. Он развалился. Новый, китайский. Новый. С магазина. До храма не доехал. Уже все. Ну, какой-то. Это ясное дело, что жулябия вокруг. Вниматели покупают. Китайский, что вы именно здесь делаете. Здесь за китайцы какие-то хорошие. Это китайские. Китайский ни разу материал не брал хороший. Что бы ни взял. Отвратительно. Они безбожники. У них нет Бога. А будай-то не Бог. Это достигший нирванный человек. Китайцы какие-то хорошие. Они хорошие готовят. Они стоят по-другому. Ваши предприниматели покупают самую-самую дешевую. Ну, так дешевая-то должна работать. Как Форд. Самые дешевые машины. Но они ездят у них по 30 лет. Но они дешевые, потому что скорость где-то пониже или что-то. Они так, дешевые, лишь бы сбить. Так это не дешевый. Это брак. Брак продают. А какой дешевый? Дешевый-то красоты той нету. Ну, что-то еще такое. Но она работает, машина. А это не работает. Велосипед тут же развалился. Какой дешевый-то? Он копейки не стоит. Не надо про это говорить. Жулики, обманщики. Государство обмануло. И все. Мне не давали нигде работать. Нигде. Только вне ведомственной охраны своего района, где живу. Пенсия зависела от этого, что нельзя работать. А теперь пишу, я говорю, маловато вроде бы. Даже слова нет никакого. Они же все это состряпали. Теперь реабилитировали. А это-то не вернешь. Ну, вы это учтите все. Ну, я просто так говорю. Потому что я три дня свободен. Печник я зарабатывал больше, чем если бы маршалом зарабатывал. Я не знаю, когда я все это залью. Ну, все понятно. Все, я понял. Когда что мне нужно. А что не будет работать. Я об этом даже не думал никогда. Почему бы он не работал, когда он меня открывает. Я считаю, у меня наихудшее открывание. В компьютеры. И, однако, оказалось, еще хуже меня есть. Я понял. Ну, сделай что-нибудь. Как-нибудь. Я, может, тот. Алексей приедет. Я ему покажу тогда, почему этот работал, а вдруг перестал работать. Ну, этот надо поставить как-то. Я жду. У меня ничего нету. Третий день. Ну, все. С Богом. Все. Ну, надеемся. В хорошие руки он все равно попал. С Богом. Алло. Алло. Вот он, бульдозер тут ходит. Это я поговорил по телефону, поэтому. Вот с этой стороны. Вот. Тут и, видать, этот Рыжевский пруд. И отсюда, видать, даже второй мостик. Вот тут где-то. Вот оно где-то. Это я нахожусь в последний дом, который был здесь, когда жили люди. А теперь холм. Я вырвал крапиву, чтобы пройти. И отсюда наблюдательный пункт. Я все вижу отсюда. О. Вот я вошел в улицу. Тут рядом Игорево поле, видать. Там какая-то техника пылит сильно. Вон как пылит. А это вот кучи. Избили, растет крапива. Вот я ее вырвал, крапиву. Вырвал сегодня. И забрался на эту кучу. И отсюда осматриваю. Вот это наша улица. Здесь последний дом был. Вот здесь вот где-то Рыжковы жили. Их пруд был. Она описывает у них, сколько было подсобных. Отдельно был дом для приема гостей. Вот как жили русские люди. Кузнеца отдельно. Склады. Все своим трудом. Все раскулачили, сослали, погибли. Страна убита. И они там, Зюгановы, рвутся еще к власти. За грехи народа Бог попустил людоедов. Пришли. Сожрали огромную страну. И 500 миллионов людей. Которые никогда не придут. Нас было бы уже 650. Если бы не победили большевики. Комсомольская правда пишет. Все, однако. Это вот сейчас то место, где прорыв был. Марина Христенко была работала. Больше всех она тут вложила труда. Подлагодаря носила землю. Сейчас тут будет работа. Именно это место заваливает, поднимает. Как просим. Сколько ведер мы возили здесь. Топтали. Жижа. И так и не могли бы топтать. Два раза проехала завалив. Сила. Ветер сильный. Дым из Красноярска. Вот наши. Вот сейчас такие они стоят. Я сказал поднять до этой планки. Жерчь. Ветер сильный. Ветер аминь. Ветер. Я уже с другой стороны снимаю. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...